В каких условиях сегодня приходится вам заниматься с ребятами? Ну вот видите, посмотрите, какие условия. Вот мы маленечко дам поляночку, скосили у меня родители. Там сколько, 20 метров на 10 метров. Вот на этой поляночке мы и занимаемся. Подтягиваем живот, груди маленечко. Выше, выше коленочка подтягиваем. Про характер Сергея Смертина слагают легенды. Кто ж знает, смог бы он достичь невероятных высот, если бы был чуть мягче. Вот и сейчас Сергей Яковлевич душой болеет и добивается того, чтобы его ребята на стадионе около Дворца Спорта Молот тренировались в хороших нормальных условиях. Упертый, трудолюбивый. Те же качества пытаются передать и юным хоккеистам, многим из которых нет еще и шести лет. Наша задача, когда мальчишки приходят, научить правильно кататься, передалевать трудности, где-то тяжело. Значит, через не могу, где-то в таком даже возрасте. Тогда формируется не характер. Таким же когда-то мальчишкой Сергей Смертин пришел в секцию пермского молота. Только представьте, 1 сентября будет уже 65 лет. Если выразиться о его карьере как игрока в одном слове, то она получилась выдающейся. 17 сезонов за молот, 281 заброшенная шайба. И как итог, мастер спорта СССР и один из лучших бомбардиров за всю историю прикамского хоккея. Теперь его свитер с восьмым номером заслуженно висит под сводами дворца. У нас такой шпанский район, у нас две пути, или тюрьма, или хоккей раньше был. Ну так что вот, потихоньку-потихоньку затянуло. Ну и в 17 лет уже меня пригласили в команду мастеров. Приглашали и Спартак Московский, и в Киев приглашали, и в Горький, и в 33 года еще в Челябинск трактор приглашали. А почему нет? Ну как, я могу мотивировать уродную. А, значит, вот так. Патриотского клуба. Да, 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 да. Коньки, как принято говорить, на гвоздь Сергей Смертин повесил в 1985 году. Как и многие, в те годы устроился работать на завод имени Ленина в горячий цех. В профессию Сергей Яковлевич вернулся спустя лишь 10 лет. В 95-м стал детским тренером, и, как показало время, не зря. Воспитав плеяду мастеров, известных далеко за пределами Перми. Например, Егор Чинахов, покоряющий уже НХЛ, представляет цвета Коламбуса. И, по мнению многих, будущая звезда мирового хоккея Матвей Мечков. Последнему, кстати, Сергей Яковлевич, пусть и через отца, но до сих пор указывает на нюансы в тренировочном процессе. Ну, недели два-три раза с отцом все переписываемся, созваниваемся. Вчера он мне послал там эти штанги, они 44 человека у них сейчас на сборах в СКА. В команде мастеров. И штангой. Я говорю, Андрей, осторожно, что спиной. Что, ему 17 лет. Протянешь все это, и все, на все ближе это. В 2013 году Сергей Смертин основал новый детский хоккейный клуб «Легенда», который впоследствии вошел в состав спортивной школы Свердловского района Перми. Сегодня под его руководством растут новые звезды. На подходе и следующее поколение – 17, 18 и 19 годов рождения. 30 июля Сергею Яковлевичу исполнится 71 год. И без сомнений можно сказать, что пусть и не все, но кто-то из этих маленьких ребят понесется под сводами дворца спорта «Молот» к чужим воротам и будет класть шайбу за шайбой, как это делал легендарный пермский хоккеист Сергей Смертин. Максим Суханов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».